Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, я работаю визажистом уже 25 лет. И сегодня я хотела бы вам рассказать про ошибки в макияже, которые делают девушки взрослые, что может привести наоборот, не то чтобы к старости, но выглядеть мы будем старше. Поэтому посмотрите, пожалуйста, это видео до конца, возможно, вы как раз увидите свои ошибки, сможете их моментально исправить и получить замечательный результат. Итак, первая ошибка, она очень распространенная, это когда делаются очень четкие, графичные и черные брови. Если вы не брюнетка от природы, то, пожалуйста, не делайте такие брови. Я понимаю, это может быть карандаш, но еще часто можно увидеть перманентный макияж. Если вы были брюнеткой, теперь у вас волосы седые и у вас остались черные брови, это совсем другой вариант. Таким девушкам, как правило, смотрится, на таких девушках, да, смотрится очень красиво, потому что, ну, это ваша природа. А когда вот искусственно создается, утрируется вот эта вот чернота, то смотрится очень жестко. И на фоне вот таких вот графичных бровей, сейчас я прорисую, и черных, да, графичных, это когда очень четкое начало, к сожалению, как раз именно так часто делают перманент. Вот. И когда сами по себе брови прорисованы в такой технике, как линеарные. Линеарные, графичные, в принципе, это одно и то же. Что это значит? Что когда линия, она прямо четкая, 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 и вот эта вот четкость линий, к сожалению, создает на лице грубый вид. Вот я сама по себе, да, брюнетка. Даже карандаш у меня не совсем темный, но мне кажется, надо даже еще темнее взять. И я сама не ношу такие брови, хотя, в общем-то, у меня с детства были черные волосы. Но вот смотрите, как только я делаю более графичные и темные, то все, в итоге получается, лицо смотрится очень грубовато. Ну ладно, грубовато, даже не в этом дело. А в том, что это будет усиливать очень сильно морщины. Поэтому, когда мы хотим выглядеть молото, но при этом делаем слишком четкие, широкие, еще если пик находится не в том месте, то это сразу очень сильно простит и как будто бы обесцвечивает другие черты лица. На фоне таких бровей глаз будет смотреться сразу, как будто бы он более бледный, контраст появляется. И вот эта вот вся жесткость, четкость, она усиливает шумы на лице. Вот как раз еще вторая ошибка, те девушки, которые не используют тональные средства, но при этом красят глаза, губы, а на лице есть какие-то такие вот цветовые нюансы. То есть, может быть, у вас есть немножко купероз, да, краснота, может быть, там еще что-то. Ну, какие-то вот такие вот вещи, пигментация где-то, какие-то веснушечки есть. В общем-то, они сами по себе ничего в них ужасного нету, но просто в целом это создает вот такой вот как бы, ну, не совсем идеальный, совершенный, ровный тон кожи. А если еще, допустим, девушки не используют консилер, и вот эта зона темная, я потому что, когда использую консилер, у меня постоянно заметен, заметно само средство. Да, такое бывает, что средство может быть заметно. Но вот в данном случае получается, что брови жесткие, тональный крем использую неправильно, или еще, например, тоже распространенная ошибка, это когда используется очень-очень активно пудра. Даже если она типа тоненькая, даже если она практически прозрачная, для того чтобы, ну, просто я так слегка делаю, да, и наносит, например, кисточкой, а на кисточку бывает набирается вот таким вот образом, видите, то есть очень большое количество текстуры, и начинаете наносить, то в итоге кожа становится, во-первых, такая пудра, пускай она будет полупрозрачная, она особо не перекрывает все вот эти вот особенности, но при этом она создает на коже такое ощущение тусклой кожи, то есть абсолютно убивает все свечение. Свечение должно быть, но оно должно быть в определенных местах. И вот когда девушки наносят пудру, а еще если наносят под глаза, ну, чтобы немножко скрыть вот эти синячки, скрыть не получается, в итоге получается кожа, вот она такая как бы неровная по цвету, синяки все равно есть, кожа верхний слой смотрится очень сухой, даже при очень тонкой пудре, просто сама пудра, она создает вот эту вот, ну, как бы верхнюю поверхность кожи более как бы сухой за счет того, что это пудровая текстура. И следующий дополнительный еще сюда момент, например, я тоже замечаю, что очень многие девушки неправильно красят ресницы. То есть берут тушь и буквально там пару раз дотронулась, где-нибудь вот так вот сбоку, вот так чуть-чуть вот, и все, и типа достаточно. И как правило, красят только по хвостикам, до корней даже не дотрагиваются. И вроде бы я крашу тушью, но у меня все равно какие-то глаза смотрятся болезненные. Конечно, если вы, например, использовали тени коричневые и чуть-чуть вот так накрасили реснички, то в итоге может получиться, что будут заплаканные глаза. Консилера нет, коричневые тени на фоне вот как бы вот этих бровей, мало ресниц, сухой кожи. То есть вот здесь вот просто сразу несколько ошибок в одном макияже, да? И поэтому в целом все это друг друга усиливает, контраст больше создает по фактурам. И, например, очень нравится какая-нибудь там перламутровая блестящая помада. И вы на свои губы нанесли помаду с перламутром. А перламутр дает такой эффект, знаете, сухих губ. В каком плане? Не прям, что они сухие стали, а что перламутровая текстура, она создает эффект, вот когда вот губы обветрились, появляется такой белый налет. То есть они такие слегка как бы трескаются, и вот этот белый налет. Поэтому перламутровые помады старайтесь уже не использовать, потому что они создают, видите, эффект таких сухих губ. Хотя губы у меня не сухие. Потом неправильно румяна они в то место. Или, например, еще хуже, вот эта любимая тема с контурингом, да, когда решили, что нужно сделать лицо с эффектом лифтинга. Обязательно нужно нанести моделирующие средства. И вот на это все еще, ну пускай даже чуть-чуть, деликатненько, но немножко там неправильно по пропорциям нанесли еще и скульптурирующую пудру. Нос обязательно скорректировать, тоже мне постоянно говорят, Жанна, покажите, как нос скорректировать. И вот еще и нос скорректировать. Вот они ошибки. То есть ошибка заключается в том, что нет вот этого комплекса, комплекса работ. То есть ошибка сделана в бровях, которые сразу убивают всю мягкость, нежность и усиливают жесткость других, например, там морщин. Здесь как бы не доделано, вроде бы я все сделала, но не доделала. Здесь не ту текстуру выбрала, и она прозрачная, все-таки нужно более тонирующая. Тональный не люблю, он подчеркивает и забивает поры, вот до сих пор еще есть этот миф. И так далее, да, помада, но я всю жизнь такой помадой крашусь. У меня есть одна знакомая, никак не могу ее отговорить, красится перламутровая помада. Вот она так себя видит. Но сейчас, когда ты смотришь, да, и раньше, когда это было актуально, это было красиво, а сейчас ты понимаешь, что губы выглядят некрасиво. Это моделирование некрасиво, потому что создает эффект на коже без тонального средства, грязный эффект. То есть у меня здесь грязь, здесь что-то не то, тут что-то не то. Ну и вроде бы я все делала, но еще можно сюда добавить там румяна, например. И румяна, если еще выбрать не того цвета, допустим, не тот цвет, это цвет, который не подходит конкретному сезону. Ну, вы представляете, румяна еще по сезону подбирается. И вот мы наносим еще сюда на этот весь шум румяна и ждем красоты. Ну вот, и пожалуйста, вот такой макияж, он уже будет смотреться очень грубо. Еще там бывает, там стрелку добавят перманентную, которая еще больше все это усиливает. И типа ресницы красить не надо, но у меня же стрелка есть. Вот это такой ряд ошибок, возможно, вы себя узнали. Как же сделать правильно? Вот здесь я сейчас могу сделать все то же самое, но я только чуть-чуть немножечко изменю. Что я изменю? Вот, например, брови, да, они у меня в принципе уже прокрашены. Есть разница? Да колоссальная разница. Здесь весь фокус на эту бровь, хотя по ширине они в общем-то одинаковые, просто за счет того, что здесь цвет темнее, темный цвет смотрится как тяжелый. В принципе, вообще темный цвет, а тем более черный, воспринимается как тяжелый. Поэтому, когда мы хотим сделать эффект лифтинга, свежести, нам и бровь нужно сделать выразительную, красивую, но не тяжелую. Поэтому, пожалуйста, не делайте очень активный перманент, не делайте, во-первых, четкую графику. Это красиво только девушкам, у которых вот реально черные от природы брови и, вы знаете, черные глаза. То есть это, как правило, кореглазые, черноглазые. Вот таким девушкам, особенно у кого еще кожа смуглая, им очень красиво графичные брови. Если вы такой не являетесь, пожалуйста, не рисуйте так. Сделайте все то же самое, но более деликатно. Деликатно это как? Вот сейчас я беру фломастер, и он не черный. Это маркет для бровей, Vivienne Sabo номер 02. И я прорисовываю им штрихи, то есть я делаю практически такую же форму бровей, просто в данном случае у меня нету такой вот прорисовки, как по линейке. Как только появляется легкая такая растушевка, я даже не растушевываю на самом деле, я просто так прорисовываю более мягким цветом, и у меня получается линия уже совсем по-другому смотрится. Самое главное, опять же, те, кто говорят там про брылии и так далее, как их скрыть. В первую очередь, чтобы не усиливать вот эту зону, нам нужно вот эту зону сделать легче. Поэтому, пожалуйста, девушки, вот здесь вот прорисовываем очень деликатно. В некоторых случаях, может быть, вот действительно кому-то даже прорисовывать не надо. Тут важно, чтобы весь фокус внимания, чтобы лифтинг был вот именно вот на эту зону, где пик брови. Поэтому, если вы хотите все-таки брови потемнее, не темните здесь, темните вот здесь. Вот здесь можно. Я даже возьму тот же карандаш, который я сделала здесь, пожалуйста, но сделаю вот в нужном месте. И вот вроде бы я взяла тот же карандаш, то есть вы можете той косметичкой и теми средствами, которые у вас есть, также воспользоваться, только немножко переместить фокус внимания. Есть разница? Большая, по-моему, да? И плавно переходим к началу. И начало оставляем вот такое вот деликатное. И получается, что бровь смотрится с одной стороны выразительно, а с другой стороны есть нежность. Нежность добивается за счет того, что нету вот этой четкой линии в самом начале бровей, нету четкой прорисовки. И обязательно я немножечко ее растушевываю. И растушевывать тут надо самое, что интересно, девочки, не внутри брови, а по периметру. По периметру это, вот, например, вот эта линия идет очень четко. Вы ее растушевываете. Вот эта линия идет четкая, то есть вы растушевываете, например, сверху, вот, пожалуйста, видите, пару штрихов и снизу. И тогда вот эту линию, которую я прорисовала, она смотрится мягче. Вот в этом и есть как бы основное отличие, когда рисуется правильная форма бровей. Не любите тональный крем? Хорошо, не используйте. Приобретите консилер, который для зоны вокруг глаз. Если будет вот такой объем достаточно большой, то у меня Clorans 02, то вы сможете таким средством еще и немножечко использовать как тональный крем. Как правило, для того, чтобы выглядеть свежо и молодо, самое главное, как раз вот эту центральную зону и сделать более ровненькой и красивой. Просто набираете немножечко с руки и вот как раз тут, где есть вот эти шумы, начинайте наносить именно с центральной части лица, не с глаз. Немножко растушевали пальчиком, вот так вот слегка, да, чтобы у вас на пальцах было небольшое количество. И не надо втирать, растирать. Просто дотрагивайтесь вот так вот до кожи. У вас пальчик разогреет консилер. За счет вот такого нажатия аппликативного вы как раз тут все хорошо выровняете. И когда здесь небольшое количество, вы переходите на зону глаз. То есть нанесли здесь, ну допустим, да, здесь тоже немножко. Старайтесь особо не наносить на зону мимических морщин, вот на эту зону. Пускай здесь даже вот останется кожа практически нетронутая. Тем более, если там у вас нормальный ровный цвет, не трогайте эту зону. Ну а вот внутреннюю часть обязательно очень аккуратненько, хотя бы слегка вот так вот дотроньтесь. И вот такими аппликативными тоже движениями пройдитесь по теневой зоне. Все, этого достаточно. Даже если вы сделаете капельку, у вас уже будет очень хороший результат. Сразу весь фокус внимания отсюда переходит вот сюда. Это дает очень хороший омолаживающий такой и в то же время лифтинг эффект. Потому что если вы рисуете тени и стараетесь как-то приподнять глаза, то вот эта тень, она очень мешает. Она на себя все перетягивает, и поэтому вот этот рисунок не работает. Обязательно, когда вы красите, делаете макияж, старайтесь его здесь тоже. Внешний слезнячок чуть-чуть добавить, как раз не заезжая на мимические морщинки. И у вас уже будет очень хорошо. Стоит вот здесь вот чуть-чуть выровнять по цвету без фанатизма. Только вот эту зону. Вы уже помолодели. Это некоторым девушкам прям реально достаточно. Вы знаете, что касается пудры, в некоторых случаях вообще ее лучше даже не использовать. И когда спрашивают меня, как убрать вот эти вот мимические морщины, вы знаете, можно нанести... Вот у меня есть крем для глаз, доктор Хаушка. Это крем-бальзам. Тут написано бальзам для глаз. То есть он немножечко такой на основе масла. То есть не то, чтобы прямо масло-масло, но в составе, видимо, есть какие-то масла. Я сейчас не буду как бы для отнимания именно составу. Когда я беру такое средство и наношу как раз вот на эту зону мимических морщин, то получается, что создается ощущение такое немножечко, знаете, как бы увлажненности питания и кожа визуально, визуально именно, как будто бы наливается. И за счет этого, вот за счет того, что нет вот этой сухости, морщинки, есть такое ощущение, что они подтаяли. Поэтому старайтесь, если вы используете пудру или тональный крем, бывает очень сухой, мне тут одна девушка написала, Жанна, вы там в ролике наносите сначала тональный, потом консилер на тональный, или сначала консилер, а потом сверху тональный. Так вот я наношу вот на эту зону только консилер, а тональный я на глаза не наношу. Почему? Именно для того, чтобы не перегружать вот эту тонкую кожу. Как только здесь будет одно, второе, третье средство, то в итоге получается, что вам не нравится результат. Поэтому, если в зоне мимических морщин у вас здесь особо нету никаких цветовых акцентов, например, там пигментации, витилиго, все что угодно, то тогда, если вы даже сюда не будете особо наносить тональные средства и консилер, очень хорошо. Что касается тоже вот такого общего вида легкости, свежести, то есть именно когда кожа у нас выглядит более ровной, у нас сразу есть вот этот эффект лифтинга. Поэтому не всегда, не всем, далеко не всем нужно делать моделирование лица. Если у вас лицо стройненькое, худенькое, может быть, даже наоборот как-то проваливается, то вам тем более не надо. В вашем случае будет как раз правильнее, наоборот, сделать эффект некого объема. Если вы поправились, если у вас лицо, как вам кажется, да, что требует немножко эффекта стройности, то тогда можно делать, но тут тоже нужно делать очень аккуратно с учетом ваших пропорций, потому что можно сделать моделирование, и оно не столько сделает стройнее ваше лицо, сколько придаст уставший вид. Поэтому выбирая средства для моделирования, все-таки лучше, чтобы это было то, что будет вам хорошо поддаваться по технике. Есть моделирование, которое делается с помощью сухих текстур, может быть, даже просто ваши тени коричневые, как я сейчас использовала, да, и вы их наносите кисточкой. Или кремовые. Кремовые тоже достаточно распространенные, это вот может быть там в таких вот тюбиках, может быть компактные, и вы наносите кремовые текстуры, растушевываете их чуть-чуть, а сверху тогда уже тональные средства, то есть скульптурирующие средства не наносятся самостоятельно, без тонального крема, потому что они будут создавать еще больше эффект грязи. Поэтому, возможно, лучше сделать моделирование не с помощью моделирующих средств, а с помощью иллюзии, которые очень круто работают, например, правильная укладка, правильные брови, макияж глаз, макияж губ, и вот это все даст очень крутой эффект лифтинга, нежели вы будете делать вот это моделирование. Значит, что касается свежести. Свежесть дают цвета румян, которые светлые. Вот если вам нужно такой прямо легкий, чистый, свеженький, ухоженный вид, я вообще сейчас делаю помадой, я так приноровилась, мне так нравится, но вот в данном случае в зимний сезон вообще-то очень актуально. Вот сделала такую морфушечку-душечку и потом пальцами растушевала. Помада у меня не матовая, она такая обычная, увлажняющая, ничего в ней такого сверхъестественного нету. Свет как раз светлый и нежно-розовый, что в итоге создает очень деликатное-деликатное свечение. Почему оно сейчас актуально? Почему я сейчас про это говорю? Потому что обычно я говорю, что нужно центральную часть матировать. И в этом тоже есть правда. Но это немножко другой ролик. Давайте я потом как-то еще раз расскажу, чтобы у вас было понимание. Просто на тот сезон, когда или на то состояние кожи, когда она прям очень сухая и требует дополнительного прям вот мощного увлажнения, то когда мы на сухую кожу наносим такие текстуры, которые дают деликатное свечение, сразу как будто бы я сделала увлажняющую маску и получила мгновенный результат. Вот как это работает. У меня вот здесь чуть-чуть сияет, потому что крем здесь для глаз. Здесь у меня капельку сияет, потому что кожа сухая. Поэтому я как будто бы возвращаю визуально ей вот этот эффект увлажненности, который он есть в другой сезон, да, или в другое мое состояние здоровья. Ну и губы. Пожалуйста, вот эти все светлые помады, которые стирают с лица губы, или перламутровые, видите, они как будто бы исчезли. Вот я сейчас беру салфеточкой, промакиваю просто вот это, да, и в данном случае эту же помаду, даже вот совсем чуть-чуть, не хотите вы как-то яркие губы красить, не красите ярко, но хотя бы просто чуть-чуть, если усилить свой цвет губ, уже будет хорошо, видите, уже более живая. Следующий момент. Это ресницы. Я постоянно учу всех женщин красить ресницы. Вот это самая частая проблема, когда я хочу эффект лифтинга, вы посмотрели, как делать стрелки, как делать рисунок теней, и вы все делаете, а потом говорите, стрелка не работает, заваливается, тени дают уставший вид. Да, и все это потому, что вы сделали, грубо говоря, пол работы. Теперь нужно еще сделать работу, очень важную, это ресницы. Когда вы ресницы красите верно, правильно, то они как раз очень здорово перехватывают на себя этот акцент и делают эффект лифтинга, потому что если вы прокрасите ресницы очень активно именно верхние, то активно это как? От корней ставите вот так вот на корни, по корням чуть-чуть прочесываете, и потом делаете движение вверх. То есть первые шаги, это мы очень хорошо окрашиваем ресницы от корней. Потом уже мы красим их по кончикам. Вот тогда тушь даст вот этот эффект, который она, как правило, обещает. Потому что, ой, я купила по вашей рекомендации, мне тушь эта не понравилась, она не дает этого эффекта. Потом я смотрю, как девушки красят, говорят, так у меня такого эффекта не будет. Красить неправильно. Так вот красить правильно нужно сначала прорисовать вот как будто бы тушью между ресниц, и только потом вы красите полностью до самых кончиков. Вот тогда будет эффект. Конечно, не всем может быть понравится такой очень активный объем, вы выбираете сами, но самое главное здесь дать ресницам полную длину. Потому что ресницы говорят об эмоциональности, девичестве, и когда густые длинные ресницы, это говорит о вашей молодости. И даже не говорите мне, что у вас там нет ресниц. Я накрашу красиво любые ресницы. И надо сравнивать не свои ресницы с какими-то другими, а просто свои ресницы накрасить правильно. Тогда будет результат очень хороший, по сравнению с тем, что вы без накрашенных ресниц, и с правильно накрашенными ресницами. То есть задача свои ресницы увеличить в 2-3 раза, а не сделать их круче, больше, чем у какой-нибудь там молодой девочки. Понятно? Что дают ресницы? Вот этот вот акцент в этой зоне, сразу раз, и вот сюда эффект лифтинга. Но если вы оставляете эту бровь, бровь создает эффект тяжести. И вот такая бровь, которая и длинная, а если она еще и широка, и еще и темная, и еще и графичная, то это сразу получается вот так вот. То есть она давит. И поэтому весь эффект лифтинга, который вы делаете, там макияж глаз, моделирование и так далее, бровь она прибивает, хотя находится в верхней части лица. Вот даже здесь видно. Посмотрите вот именно на эту зону. Видите, что получается? Я специально здесь оставляю эту бровь, чтобы вы видели разницу. Вроде бы, я даже здесь ресницы накрасила, здесь нет. И все равно, вот эта часть, посмотрите, она кажется более тяжелой. Поэтому бровь нужно сделать легче. А легче это облегчить вот в этой зоне, сделать покороче, потому что очень длинная бровь старит. Вот. И правильная, должен выбрать быть пик брови. Стираю бровь. О, посмотрите, сразу, сразу лифтинг эффект. Другая крайность, конечно же, когда вообще без бровей. Тоже. Если нет бровей, то это будет создавать опять тяжесть. Вы представляете? И с бровями, такими активными, тяжелый взгляд, и без бровей будет тоже тяжелый взгляд. Знаете почему? Потому что когда отсутствует бровь, то тогда вот это подбровное пространство, оно кажется более объемным. Я доделала. Немножко еще добавляю помады. Не особо блестящий, для того, чтобы не было, значит, такое перетягивание блеска на себя. Почему? Потому что, когда, например, если очень сухая кожа, и вы хотите, чтобы морщин было меньше, то мы вот сделали здесь приблизительно какое-то там легкое свечение. И когда здесь блеск намного ярче, то тогда все, что вы здесь делали, будет смотреться второстепенно. То есть блеск этот уйдет. То есть как будто бы текстуры не работают. Поэтому вот здесь вот аккуратно тоже в такой период, когда у вас, например, очень сухая кожа, не делайте слишком блестящие губы. Это будет контраст по фактурам. Чем более блестящие здесь, тем менее блестящие здесь. Здесь нам нужно не столько блеска, сколько вот этого здорового лоска, как будто бы увлажненная кожа. Ну, в общем-то, вот основные рекомендации я вам рассказала. Значит, девушки, пожалуйста, посмотрите на свой макияж. Если вы увидели свои ошибки, в этом видео, в котором я сейчас все рассказала, то попробуйте воспользоваться моими рекомендациями. И, возможно, как раз вы увидите более классный результат вашего макияжа. Потому что вот эти все недовольства с собой часто бывают именно из-за того, что мы делаем какие-то вот ошибки. Поэтому, исправляя ошибки, вы сразу поймете, какая же вы красивая. Вот, спасибо вам большое за внимание. Я рада вам рассказать разные секреты мизажистов. Пишите вопросы под этим видео, которые вы хотели бы, чтобы я осветила. И я с удовольствием вам расскажу. Спасибо большое и до новых встреч!